Всем привет, с вами Кейн, и сегодня мы продолжаем проходить Mass Effect 3. В прошлой серии мы высадились на одной из лум-половена, чтобы найти дурьянского примарха. Но, как оказалось, мы опоздали примерно на час, примарх уже мёртв, его челнок с бележницей, и нам нужен был новый примарх. К счастью, там дурьянская иерархия определена довольно чётко, и они довольно быстро выявили нового примарха. Сейчас, собственно, мы ждём, пока генерал, один из генералов, постановит с ним связь, чтобы мы могли ему об этом сообщить и забрать для наших целей. Так, здесь котюка, я брать не буду. Так, я маленько забыл, что нам сейчас надо делать вообще. А, у нас с нами Гарус в отряде, поэтому давайте лучшим ему умение. Нужно не воевать. А без его умения никак. Так, генча увеличим здоровье, выносливость, чтобы он у нас не умирал от одной гранаты. Так, урон от оружия на 40%. Здоровье и щиты, давайте урон. Нет, давайте вот. Да, давайте. Урон. Так. Минни. Давайте на 60% увеличим урон от использования снайперских винтовок. Потому что Гарус очень любит использовать снайперские винтовки. Это что бы не основное его оружие. Дальше. Углушающий выстрел вкачаем. Он довольно мощный тоже. И пригодится нам. Так, давайте радиус возьмём. Всё-таки на 1,5 метра это довольно жирно. Так, ну заморозку я использую довольно редко. Для меня это рудимент. Поэтому я точнее всего возьму 35% зарядки. Это больше нам пригодится. Так. Усиление. Как раз таки можно будет использовать бронебойные патроны и вот этот оглушающий выстрел. То есть по идее он должен наносить намного больше урона броне. Это очень полезно. Для нас. Так, бронебойные патроны. Вот они, бронебойные патроны. Мы их сейчас тоже вкачаем. Повышать силу. Увеличивать на 4% урона здоровья. Ага. Уреждение брони. Да, давайте. Давайте всё-таки это возьмём. Уреждение брони. Нам очень много бронированных юнитов. Скоро мы встретимся с тварями. И нам с ними что-то надо будет делать. Поэтому нам тут пригодится. Так, попадение в голову. Хедшот должен быть сильным, ребята. Поэтому именно это я и вкачаю. Так. Дальше. Давайте на 60% вот это вот так. Также мы вкачаем его, наверное, перезагрузку. Потому что мы видели очень много солдат Цербера, которые уходят с защитой. В общем, которые уходят в щитах. Нам как-то с этим надо бороться. Иногда одной моей перезагрузки не хватает, чтобы снять этот щит. Так мы сможем с собой таскать Гаруса. Из двух ударов уж точно с ним вот этот щит. Качаю примерно так же, как у меня. Ну то есть у Шепарда. Чтобы перезагрузка прискакивала на большое количество целей. И было бы Шахман. Так. Ну Джеймса у нас пока не хватает очков. У Шепарда. У Шепарда мы улучшим бронебойные патроны. Угу. Пробивание сделаем. Так. Ну. И собственно. Собственный опыт. Всё. Давайте вернёмся в бой. Так. Я маленько подзабыл куда нам идти. По-моему куда-то, куда-то сюда. Да. Там что-то должно защитить. Джеймс. Это ты, что дышишь так сильно? Ха. Ха. Адреналин лучше, чем оксидант. Да. Мы должны защитить это поле. Здесь у нас. Налётчики. Очень люблю их. Да нет. Тебе не кажется. Так и есть. Так. Шепард, не читай мои мысли, а? Так. Ну. Какая игра? Да. Давай! 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 Так, кстати, истребители стоят, дурианцы, такие интересные поигоны. Так, что у нас тут, здесь у нас опасы, уберём. Так, тут у нас, похоже, лежит фрегат или крейсер, я не знаю. Ну, турианский корабль. А рядом опять же нет, ладно. Давайте расставим с этим налётчиком, он как-то близко к нам подошёл, он не может убить. Так, тут у меня щитство, так, тут нет, это Гарус. Я уже по Гарусу начинаю атаковать из-за того, что мне кажется, что это жнец. Так, так. Нам, видимо, надо вернуться на базу, да, к генералу. Так, у меня кошка с ума сходит, надеюсь, он не слышно. Так. Так, возвращаемся. Здесь... Гаруфорд, приезжай. Поехали. 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 Здесь у них проблемы на главной парикаде. Мы закончили. Мы закончили. На моем пути. Поехали. Да. Потому что висели. Как ты так прорвался, да? Ну вот сами видите, они бегают быстрее, чем поворачивают за турель. Я при этом максимально отклоняю правый грибок. Чтобы не казалось, что на самом деле ничего не делал. И все равно происходит вот такая вот ерунда. Так, здесь. Еще хат. Они к нам прорвались сюда. Так, так... Так, так... Так, ребят, сейчас я, наверное, остановлю запись. Потому что мне надо... Перейти в другое место маленько, но... Это ненадолго. Так, мы продолжаем. Так, так... Так... О, нет. Бить больше способностями. Так, нет. Вот это вот. И уворачиваться от ее ударов. То есть у нас разбегая, набегая на тебя. Пытается убить. Так, ну мы ее закидаем гранатами. Так, ну мы ее закидаем. Так... Так, ну мы ее закидаем. Да. Это где я родился. Это грустно. Вы еще есть семьи там? Мой папа. Одна сестра. Три миллион уничтожили на первый день. Пять на второй день. Как твоя милитарь держится? Я не знаю. Ты будешь делать хорошую борьбу? Для сейчас. Но как долго ждать до того, чтобы борьбу от тебя? Если бы они только слушали твои сообщения о Реапах, мы могли бы быть готовы. Я не могу понять, что это было. В общем, все печально. Утряются большие потери. Их неровная планета там вся в огне. А здесь фрегат что ли? Да. Так, ну а мы идем искать нашего примарха. У нас на земле тоже творится черт знает что. И это наша первостепенная цель. Спасти землю. Спасем землю, спасем галактику. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, это аудиты. Ай-яй-яй. Ай-яй. Ай-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй. 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 Никто не выжил. Печально. Так, ладно. Мы идем искать нашего примарха. Он уже должен быть где-то недалеко. То есть здесь. Это не так легко. Да, Кроганы там, конечно. Это жесть. Так. Читать кодекс мы не будем. Это довольно долго. Довольно долго и требует много времени. Я думаю, как-нибудь в одной серии мы просто его полистаем. Я его читать слух не буду. Он очень большой. То есть на чтение кодекса, на полное его прочтение, где-то там идет, наверное, части 2 или 3. Ну, сами понимаете, у нас в сериях столько времени нет. Окей, двое время. Никто не берет этот примарх. 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 Так. Лагерь. Так. Не знаю, что здесь наш примарх. Только здесь творится черт знает что уже. Ну, ладно. Мы разберемся. Не впервой. О нет, только вот не надо гранаты кидать. Мы прекрасно помним в серии 3. Чем иградят нам их не гранаты. Там правда Цербер был, но похоже эти тоже любят такие приколы. Так, давайте найдем где-нибудь вкрытие. Так, там похоже у нас тварь. Это очень плохо. И у меня мало здоровья. Ай-яй-яй. Сядь ты. Фейл. Ну, ладно. Ничего страшного, в принципе. Сейчас мы... Да и чё мы, сейчас просто пойдем заново туда. Снова перебьем этих каннибалов. И, возможно, снова сдохнем. Так. Умри. Чё-то растворить, да. Разложить на атомы. Так, здесь... В щитах. Умри. Так, здесь надо идти где-нибудь вкрытие подальше. Где-нибудь... Ага, понятно, если нету вкрытие. Спуск. Ну, ладно. Так, у нас полный... Спас. Что ж там творите-то, а? Так, то ты меня... Бил. Лови-ки гранату. Так, чёрная... Ох ты, щит. Что там за это на меня напало? Ай, беги, Шепард, беги. Так, кажется, там тварь и там набегает. Но у меня в руках чёрная звезда, поэтому сейчас мы с ней... Так. Быстро расп... НЕТ! Твою ж мать! Как ты... Увернулся... В общем, беда. Вы сами всё видели. Чёрная звезда-то очень мощное оружие. Но однозарядное, то есть... Можно буквально один раз куда-нибудь запульнуть и... Там... По-моему, даже сборщика с одного удара уничтожает. Мы его просрали, господа. Просто просрали. Уж извиняйте. Так, а он ещё один, да? Так, хорэ, хорэ, кто меня тут бьёт? Так, я сейчас 5-го руках... Да что ты делаешь-то? Блин. Так, у нас там кто-то слёг. Давайте его поднимем. Нам сейчас понадобятся все способности, чтобы... Уничтожить эту... Не знаю даже, как её называть. Тварь. Тварь она есть, тварь. Ох, так что ж ты делаешь. Так. Он бежит на меня. Судя по всему, мне сейчас будет трындец. Нет, я увернулся, надо же. Ещё одна, да что ж ты будешь? Прям тут... Нескончаемое количество какое-то. И это, по-моему, очень плохо. Так. Гранату лови. Ещё гранату. Так, по мне там ещё кто-то стреляет. Это плохо. Сейчас только умереть не хватало. Тварь сейчас мы... Да, всё, тварь мы убили. Ну, кто-то там ещё, по-моему, палил. Там ещё кто-то есть. Да, там налётчик стоит. Сейчас мы с ним тоже разберёмся. Так, всё. Готово. Ещё налётчики. Откуда они их сбрасывают? Там же ничего нет. Так, вот этого надо убрать. Потому что он тут до меня достаёт как-то. Не предугадаешь, а? Куда пойдёте. Так, ладно, чё-то с этой пушкой. Долго не прожил, надо... Измечатель доставать. Так. Непонятно. Умри. Так, ну что такое-то? Поднимись. Покажи свою голову. Тебя жду. По идее, он уже тоже был вздох. Но он ещё жив. Ладно. Сейчас умрёшь. Всё. А, вот ещё один лежит. Генерал Виктис. Да? Я командир Шепард от Normандии. Не командир. Знаю, кто ты. Не ждать, чтобы узнать, что тебя приводит сюда. Викарий, куда ты пошёл? Генерал Виктис. Продолжение следует... 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 Огромное. Прежде всего, мы не можем сказать. А то, что это будет невероятное, чтобы попытаться строить. А ты считаешь, что это рискованно? Ставить что-то такое, когда мы не знаем, что это делает? Честно говоря, что-то страшит меня. Но Реперы уничтожили нашу руку. Два годы назад, учителяли самую проблему в Второй войне. Они не уверены, что атмосферу может сделать. Некоторые думали, что это может даже обогнать атмосферу Земли. Но они это сделали в любом случае. Какие новости о Серберусе? Есть еще одна карта здесь. Хватить архивы ОМАРС предпочитает, что они после того же того, как мы. Какой способ победить Реперов. Он изумительный человек означает так много. Ты думаешь, что мы на одной стороне? А теперь больше. Серберус никогда не играл по правилам, как мы их знаем. Я не знаю, что их agenda, но это не связано с лучшими интересами. Так, вы хотите справлять. Иллюзивый человек говорил о контроле Реперов. Он, кажется, думал, что это как мы победим. Так, ну это все, что мы могли у него узнать. Поэтому, до встречи. Пока. Держи меня подписан. Хаккай его. Хаккай его. Так, давайте посмотрим, что у нас тут по ресурсам. Так, а тут у нас пока ничего не изменилось. Что не появилось? Примарх. Привет. Примарх. Примарх, спасибо за позволять мне использование вашего корабля. И за сходить с этим планом. Гаррис сказал, что он должен участвовать в Нормандии системы. Что-то о комфортах. Похоже, Гаррис. Я извиняюсь, что Асари-конселор не будет нас присоединить. Она думает, что слишком плохое кровь с Кроганом. Она может быть правой. Но будет много крови. Реального крови, если мы не пытаемся. Ну, а когда ты это так скажешь... Чем больше мы имеем в этом саде, тем больше мы узнаем. И есть еще что-то, что я могу помочь тебе. Я понимаю, что это тяжелый период, Краймарх. Но Земля не может преимуществовать без преимуществ. Могу ли я still count on your help? Если Кроган помогает нам на Палаване, то я даю тебе мою слово. Ладно. Что насчет ваших новых обязанностей? Как это было, как Праймарх? Это не то, что я думал. Порта последнего времени происходит на Палаване. И я летом лет. Считывая сообщения в Миллионах. Если я умер, то я хочу быть с моими людьми. Так что, безумно, мы боремся с последней душой. Я понимаю. Открывая Землю, чтобы спасать ее. Это одна из самых тяжелых вещей, я никогда не сделал. Я не удивлялся. Гэрис говорит о тебе. Ты никогда не просил, чтобы быть лидером. Но твои люди будут умерли, если вы отказались. Мы находимся в подобных ситуациях. Мы надеемся, что духи нам дадут силу, чтобы это было. Так. Что у них там наполовину творится-то? Как дела на Палаване? Казахстанские опорты устраиваются. Реперцы используют наши собственные тактики против нас. Уничтожить врага с повышенной силой. Я видел то же самое на Земле. Стратегисты, которые в меня уважают их брутальность. Турин в меня знает, что я смотрю на destrucción 15 000 лет цивилизации. Моя цивилизация. Спасибо, брат. Моя цивилизация. И я с Землей. Субтитры сделал. Где-то сковородничают. Командир? Эди уже заходил в Sidor. Кому ты говоришь? Д Not sure, она не отвечает. Я не могу анализировать аналогию АИ-корр диагностику. Ты лучше выйдет в деку 3? Дорога. Так. Продолжение следует... Я пытаюсь начать системы, но что-то меня блокирует. Но что-то случилось. Иди отсюда. Так. У Дина предлагает Ашли стать спектром. Я спрашиваю совета. Так. Ладно. Встретимся с тобой. Так. Это Стадель нас также хочет видеть Тейн. Ладно, мы туда сходим. Тейн, вообще-то, один из моих любимых персонажей в Mass Effect. То есть, он очень вспоминающийся, очень яркий персонаж. И очень жаль, на самом деле, то что он постепенно умирает. То, что его годы жизни подошли к концу. Командир, я не знаю, что там происходит, но это в АИ-корпе. Я пойду. Может, быстро. Так, ладно, давайте посмотрим, что у нас там все-таки с Сузи случилось. Очень интересно. Ядро ИИ было за медотделом, поэтому... А то он в жилой палубе. А то он в жилой палубе. Так. Адамс тут. С огнетушителем упорно стоит. Так, ладно. Огнетушители. Ладно. Огнетушим его. Легкость. Джокер, что это звук? Встречащий огонь, командир. Может быть электрический огонь. Или что-то. Я пойду. Шепард, не шугайся. Все будет окей. Эдди, говори мне. Уже есть база, которые вы хотите разговаривать. Шепард? Эдди? Да. Что это вообще такое было-то? Но это было очень опасно Это было очень опасно И это было очень опасно Это было очень опасно Это было очень опасно Эдди Тебе нужно alertить нас о происшествиях Вы не должны это сделать только Возвращение крючки до скорости Было противопродуктивным Все попытки для помощи Было бы ограничено Время реакции Итак, если ты там, Ты еще в корабле? Я в основном в корабле Для оптимального контроля Эта униска должна остаться Возвращение в Нормандии Или в рамках Ты планируешь Возвращение в этот корабль Нормандии Не соответствует В каждой ситуации Эта платформа Проверяется Продолжение следует Вы можете прийти с нами? Правильно Этот корабль Возвращение в местах Нормандии Так Ну сейчас все проверь А потом будем экспериментировать Стоим телом А то это как-то Все саудители Тоже Уживая Возвращение Что бы Возвращение В вознаграждении Немного Совершенно Я могу дать вам Получать Возвращение Нормандии Программа Редактор Нормандии Чтобы Распределить Объяснение Товарищ Дом На Миров Возьмите ее к брыжу. Джокер также хочет видеть ее. На этом мы можем согласиться. А с вами был Кейн. Всем удачи и пока.